Онкологическая проблема является одной из главных проблем здравоохранения, потому что до сих пор очень большой процент умирающих людей умирают от онкологии. Кроме того, онкологические пациенты испытывают очень сильные мучения, и что-то уже современная наука сделала, удается что-то сделать, как-то помочь. Некоторые виды рака даже удается излечить, но в целом вот такая картина, что мы эту битву не выигрываем. Вы знаете, что в конце 60-х годов Никсон тогда объявил программу борьбы с онкологией, это после того, как они на Луну слетали, и вот надо было этот вакуум стремлений заполнить. В результате этой вирусной раковой программы были выявлены первые вирусы, вызывающие рак у человека, лейкоз у человека. Как раз Галлоут их и обнаружил, и если бы они, и мы, как человеческая цивилизация, этого не сделали, мы бы не выявили вирус СПИДа. Потому что оказалось, что вирус СПИДа очень родственный вирусу лейкозы, и все технологии, которые за это десятилетие, за 70-е годы наработали при изучении вируса лейкозы, они все оказались примененными потом к ВИЧу. Недавно Обама объявил еще одну борьбу с раком, с онкологией, потому что задачи не выполнены, и это характеризует проблему. Теперь пойдем немножко с другой стороны, почему проблема не решается. Ведь огромные средства на это тратятся, и вот как-то не получается. Сейчас уже даже перешли, знаете, раньше была такая идея, что вот если надо найти вот такую золотую пулю, и вот Кох это из ее предложил, и вот эта золотая пуля, значит, она нам все решит проблемы. Не получается, не находится золотая пуля. И сейчас уже среди онкологов зреет представление о том, что опухоль не победить, по-видимому, тогда надо с ней постараться жить как-то. То есть переводить опухоль в контролируемое хроническое состояние, понимаете? Вот уже изменяются таким образом взгляды. Все это свидетельствует о том, что надо работать не только вот там над конкретикой, да, вот над конкретными лекарствами, там, и конкретными какими-то технологиями, а надо работать и над парадигмой, так сказать, над общим взглядом, что ли, так. И оказывается, что вот такого рода потребность, она и стимулирует наше мышление. То есть вот то, что я буду вам дальше говорить, оно-то в голову приходит само по себе, но востребованным оказывается именно потому, что прежние парадигмы не работают. И сейчас вот я буду говорить об эволюционной роли опухоли, что само по себе вот кажется таким немного странным. Эволюционная роль опухоли или роль опухоли в прогрессивной эволюции, понимаете? Но если мы так начнем разбираться, то это не очень странно. Ну, во-первых, во-первых, большинство опухолей все-таки не убивают организм. Мы привыкли все-таки слышать о злокачественных опухолях, вот это злокачественные опухоли, вот от них умирают люди. А оказывается, что и у человека, и у животных есть еще и доброкачественные опухоли, и другие виды опухолей, которые не убивают. Организм, опухоленосители никогда не убивают, понимаете? И это 50 или больше процентов. Значит, если такие опухоли существуют, они могут увлекаться в биологические процессы. Кроме того, есть целый разряд опухолей, которые наследуемы, и которые, значит, таким образом могут принимать участие в эволюции. Затем, вот уже в течение 200 лет изучается сравнительная онкология. То есть, что это такое? Это опухоли у различных представителей живого, в основном животного мира, конечно, но и у растений тоже опухоли находятся счастливо. И вот оказывается, что где бы ни изучали, везде опухоли находятся. То есть, такое впечатление, что опухоли распространены по всему филогенетическому древу. Если они так широко распространены, то встает вопрос вообще, что эволюционно-то как они, какое место они занимают. Есть такая максима, которую сформулировал известный генетик русского происхождения Добжанский, что ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции. И поэтому, если вот есть такое явление, широко распространенное, как опухоли, то, значит, они должны рассматриваться в свете эволюции. То есть, я поясняю, что это не дико, это не прихоть, так сказать. Это не, знаете, вот многие режиссеры, они просто вот так вот с классикой работают, только чтобы подчеркнуть свою какую-то вот, да, особенность. Так вот, создание теории эволюционной роли опухоли, это не прихоть. Это вот следствие биологического сплошного мышления. Следующая группа доводов в пользу эволюционной роли опухоли стоит в том, что онкогены и геноопухолевые супрессоры, которые управляют опухлями, они тоже широко распространены. И они очень древние, оказывается, чуть ли не самые древние гены у человека и у других животных. Оказывается, что клеточные онкогены и геноопухолевые супрессоры, они тоже очень древние, едва ли не самые древние, древние, после гены домашнего хозяйства, гены у животных. Затем тоже очень интересные факты. Они называются так, конвергентность сигнальных путей развития и онкогенеза. Что это такое? Оказывается, что для того, чтобы легче понять, некоторые онкогены играют роль в нормальном развитии, а сигнальные пути нормального развития играют роль в онкогенезе. То есть вопрос, что тогда опухоль — это часть развития, получается? Я в четверг показывал слайд один, немножко зашифрованный, типа того, как дают студентам на экзаменах по гистологии. С вопросом, что это такое? И там некая структура, похожая на грибок, и вариант ответа. Значит, доктор медицинских наук Забежинский, мой друг, и известный морфолог, он квалифицировал это как папиллому. Потом идет, внимание, правильный ответ. Правильный ответ — это зачатки рогов у предкуколки жуков адонтофагус. Вы понимаете, как интересно, да? Что многие процессы развития напоминают опухолевые. Причем и опухоли, и вот эти рога у жуков, они регулируются сигнальным путем, одним и тем же инсулинозависимым сигнальным путем. Понимаете? И значит, вот пример того, что вот такая... А где граница тогда между этими процессами? Исходя из этого, я сформулировал гипотезу впервые в мире. И поэтому все сейчас так к этому трепетно относятся. Которая говорит, что опухоли действительно могут играть роль в эволюции организмов, предоставляя избыточные и клеточные массы для экспрессии эволюционно новых генов. Вот такая теория интересная. Причем, смотрите, там есть слово «избыточные и клеточные массы», «эволюционно новые гены». Это все можно измерять, особенно эволюционно новые гены. Я сейчас расскажу, как мы измеряли. Во-первых, мы нашли несколько примеров, уже описанных как парадоксальные, когда опухоли действительно играли роль в эволюции. И к ним относятся, например, клубеньки бобовых растений. То есть это растительный пример, но тем не менее. Клубеньки, которые напоминают опухоли, в них идет фиксация азота, и поэтому они превратились в новые органы у бобовых. С другой стороны, у полевок в желудке у многих есть макроворсинки, которые возникают на почве злокачественного папилломатоза, который убивает этих полевок. Они, правда, успевают потомство оставить. А у других грызунов, у роющих каких-то, у них на основе этих злокачественных макроворсинок возникли доброкачественные макроворсинки, которые играют роль в симбиогенезе с какими-то бактериями, которые помогают сбраживать целлюлозу. Следующим примером такого рода является плацента. Плацента, которая происходила в истории плацентарных несколько раз в результате независимого инфицирования различными ретровирусами, которые становились эндогенными ретровирусами, а гены эндогенных ретровирусов принимали участие в развитии плаценты. Плацента, являющаяся органом, обладает целым рядом опухолевых признаков, я насчитал около 12. Но самые яркие признаки плаценты — это инвазивность и метастазирование. То есть нормальный орган, который ведет себя как опухоль. И люди, которые изучают плаценты, задают вопрос, чем плаценты отличаются от опухоли. Оказывается, за регулированностью. То есть плацента так хорошо регулируется, что она отличается этим от опухоли. Но если ее вывести из-под регуляции, она становится жутко злокачественной. Просто очень злокачественной. И хорионопитрилиома, вот это, кстати, тоже пример. Так вот, и вот новые гипотезы, новые теории, они зачем нужны? Они должны объяснять как-то вот то, что происходит, да, и то, что окружает нас. И они должны предсказывать. Вот кроме того, что мы что-то своей теорией объяснили, да, вот вместо опухолей как-то, объясняя вот эти все парадоксы, которые я только что рассказывал, да, мы еще и кое-что предсказали. Так вот, мы сформулировали два предсказания, очень нетривиальных. Первое из них то, что опухоли могут отбираться на функцию в организме. И второе предсказание то, что в опухолях активируются, начинают работать эволюционно новые гены. Чтобы доказать, вот первое предсказание мы провели работу с золотыми рыбками. И теперь вот эта золотая рыбка, она у нас символ вообще. Она у нас одна из них до сих пор жива, и у нее прекрасная шапочка на голове. Это львиноголовки, оранды, знаете, у них такие симпатичные на голове образования. И, собственно, их поэтому, так сказать, и отбирали. И я, когда их увидел, я сразу понял, что это такое, что это опухоль. Но и мы сделали гистологию, и в общем, действительно, выглядит как доброкачественная опухоль. Но, чтобы это оказать докончательно, мы провели двухгодовой эксперимент. Мы посмотрели развитие на ста рыбках, слушайте. Мы показали, проследили все стадии развития этой опухоли и сделали однозначный вывод, что это является образование шапочка золотой рыбки доброкачественной опухолью. Но тогда получается, что селекционеры в течение полутора тысяч лет отбирали рыбок на доброкачественную опухоль. И раз возможно это с доброкачественной опухолью, точно так же искусственный отбор, то точно так же естественный отбор может работать в природе с разными видами опухоли. То есть это вот такой очень нетривиальный результат. Другая группа результатов, которую мы получили, мы доказывали существование генов с двойной специфичностью, эволюционно новых, экспрессирующихся в опухолях. И мы работали либо с эволюционно новыми генами, изучали их специфичность экспрессии, либо с генами, о которых известно, что они экспрессируются в опухолях, мы определяли их эволюционную новизну. И показали в обоих случаях, что действительно есть большая группа генов, которые мы назвали эволюционно новые, экспрессирующиеся в обхлеп. По-английски CIN, Tumospecificly Expressed Evolutionary Novel. И в последних своих работах мы показали, что не только единичные гены, а в единичных генах мы писали штук 12, но целые классы генов могут быть эволюционно новыми. Многие из них в основном возникают у человека. То есть это эволюционные новые человека, которые являются эволюционно новыми, и обладают чуть ли не стопроцентной специфичностью экспрессии опухолей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok